здравствуйте друзья у нас сегодня распаковка вот этого хозяйства это четырех дорожечный такой цифровой рекордер звуковой только что получили по почте вот мы его раскрываем я даже ножичек взял для того чтобы ну мало ли что знаете как бы взял ножичек раскрываю при вас вот так же как раскрывал бы и сам по себе так надо осторожненько чтобы ничего не ударилось тут так коробочку убрали вот по эконом пластмассовом таком чехле я когда смотрел на товар на амазоне покупал кстати вот спрашивают покупаем ли мы на амазоне покупаем вот пожалуйста и тут две батареечки я смотрю вот они так упакованы интеллигентно две батареечки батареечки прямо сейчас были нужны на заключение есть две батареечки есть картонка хорошая упаковка такая какие-то гарантии на каких-то языках странных на многих языках тут какая-то документация устройство не тривиальное на самом деле то есть она может быть не сложно но тривиальностью не отдает давайте мы сейчас мне еще предстоит все это освоить я не имею понятия о том как этим пользоваться это вы может быть догадываетесь а я нет но сейчас человек темный никогда не пользовался цифровыми рекордерами вот смотрите как она приходит такой вот упаковочке так мы его так вынимаем вот если вы пойдете смотреть на это хозяйство где-нибудь на амазоне то первое что вы видите вы видите вот эту картинку мне такое было ощущение что должна вытягиваться как-то нет нет в общем это два микрофона это две дорожки две дорожки вот тут еще у него есть две дорожки вот тут вот они там такой с тремя штыряками разъем xlr называется xlr применяется в более профессиональных устройствах и мне придется переходничок сделать потому что идея этого всего была вот в чем значит два микрофона есть тут и два есть тут значит если мы со Светланой едем в машине а вся задумка в том что когда мы едем в машине как бы нам записать звук чтобы машина не очень шумела свои самой машины и чтобы было хорошо слышно каждого из нас значит у нас у каждого будут наушники эти наушники ну с обычным три с половиной миллиметра джеком значит папой значит будут идти в разъемчик разъемчик сюда вот соответственно мы его поставим на запись будем ехать и разговаривать но уж какой видеоряд там напишется вы потом все это подмонтируем когда я буду делать видео то есть проблемы особой нет и я надеюсь что будет хорошая хорошая запись звука при езде в автомобиле тут даже я вижу знаете что тут есть крепеж вот тут вот я сейчас видно там резьба ну уж настолько резьбу я не вижу видно или нет но есть дырочка с резьбой есть дырочка с резьбой конечно мы же не собираемся нашим взглядом винтится там есть дырочка с резьбой это значит что прибор можно закрепить понимаешь то есть если он крутится на эту резьбу причем резьба такая обычно возникает вопроса ну закрепил его дальше к стеклу опять который вибрацию передает и эта штука эта штука может быть и на стекле с вибрацией хотя она довольно увесистая я не думаю что нам нужна на стекле мы найдем где закрепить если захотим закрепить но идея в том что я думаю что скорее всего это просто ставится где-нибудь и люди просто разговаривают и надо чтобы на чем-то крепилась но при желании можно закрепить где хочешь вибрация передается на микрофон понимаешь если ты закрепишь его и будешь вот сюда писать вот сюда то вибрация передастся а если у тебя наушнички здесь и она электронно входит в разъем то никакой вибрации от штуки не будет вот так что я чувствую она не очень сложное в управлении тут кнопочки такие всякие друзья вы видели вещь стоит она чего не экран даже есть ну света экрана что там пульт управления этот кнопочками делаешь что-то тебя высвечивается значит она пишет сразу может формате mp3 и там еще в каком то есть она пишет в нескольких форматах пишет отдельно дорожки и в общем это можно с этим можно очень манипулировать и стоит штука 200 баксов то есть для цифрового рекордера я вам скажу 200 баксов это не не 15 не 20 там и так далее это как достаточно приличная вещь вот для меня было существенным то что вот из-за чего я его купил не не из-за этих двух понимаешь а вот из-за того что можно было войти сюда двумя обычными то что называется head born или head mounted head mount микрофонами и вот вот сюда войти чтобы могли спокойно разговаривать понимаешь и нас с тобой было бы одинаково хорошо слышно самое главное что вы пишем одинаково мы пишем две дорожки у тебя одна у меня другая значит мы можем отрегулировать громкость это в общем серьезная вещь я даже думаю если нам понравится может быть мы ее будем использовать других ситуациях то есть мы сядем где-нибудь за столом кто-то тише говорит туда громче говорит и когда пишется на микрофон допустим камер вот как сейчас пишется мы не можем ничего подрегулировать вот такая вот такая вот фигурка и я надеюсь что мы все скоро почувствуем на себе разницу хочу сказать еще одну вещь интересно я вот так вижу тут еще одна дырка с резьбой ты видишь это тут еще одна дырка с резьбой желтенькая такая латунная посмотрю я думаю что это не за его дырка это как-то чего крепишь ее на эту штуку то там одна дырка куда которых включится вторая шутфиксировать ну не знаю обе с резьбой могу тебе сказать что с резьбой обе поскольку через печи да да обе с резьбой безусловно они разного разного диаметра но обе с резьбой в общем вот такая штука интересна тут еще вот какие-то педали с нами я даже не знаю чтобы чтобы это значит документацию почитать да если нет ответа то придется читать документацию друзья я почитаю и вам все расскажу еще можно блок питания сюда включать она вообще работает на должна была быть на 4 батарейках на самом деле почему тут две не знаю но должна была быть на 4 батареечках и можно еще питание на блок питания у нас нет то есть я не стал приобретать потому что подумал нам только для дороги но всегда можно приобрести все счастливо я на этом заканчиваю нашу такую небольшую успокоилась распаковывающую презентацию антекинг так называется счастлива а а а